То есть куда ушел казахский язык даже в казахскоязычной среде? Основа нежелания современных казахов знать казахский язык – это чистого рода травма. Быть казахом – это значит, что ты можешь умереть с голода. Быть казахом – это значит, что тебя могут репрессировать. Русский язык – это тот язык, который поможет тебе заработать на кусок хлеба. Это тот язык, который не позволит тебе умереть. В целом, алма-атинцы как сообщество, они к казахскому языку относились до января все равно свысока. Почему государство не поддержало вот это вот совершенно уникальное желание, которое появилось у людей после января – учить казахский язык? Добрый день! С нами Дергачев Инсайт. Земфира Ержан сегодня с нами, и мы будем говорить о казахском языке. Земфира, большое спасибо, что вы согласились поговорить. Очень рад вас видеть через много-много лет. И, как вы сказали, как будто бы этих лет не было. Да, конечно. Мы с вами увиделись действительно как вот в юности сразу. А вот сразу понимаем, что нам есть о чем поговорить, и есть понимание, как мы будем разговаривать уже. Вот сразу хочу спросить… Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо большое. Да. Сразу хочу спросить вот про язык, да? То есть для вас первый язык – это казахский или русский? Первый язык у меня казахский. И говорила я на казахском языке до того времени, пока мы не переехали в другой район, где наши соседи оказались и казахами, и русскими. Я подружилась с девочкой русской пансональности. Мы очень близко дружили с семьями. И вот как-то я в этом общении научилась русскому языку. Потом я помню этот вечер, когда мы обсуждали вопрос, в какую школу мне пойти, потому что это был год, когда как раз открылась казахская школа, первая казахская школа в Алматы. Я помню этот вечер. Мои родители думали, гадали. Потом все-таки то, что школа русская была ближе, перевесила. Я пошла в русскую школу. Не сказать, что я хорошо знала к тому времени русский язык, но за 10 лет я его выучила. Выучила хорошо. И сейчас моим рабочим языком является русский язык. Я пишу свои материалы, конечно же, на русском языке, но казахский язык, естественно, у меня сохранился. И как-то я сейчас вспоминаю интервью. Я давала французскому изданию, и он мне задал вопрос, а откуда вы знаете казахский язык? Меня это так поразило. Наверное, он знал больше о казахах, чем я на тот момент. Казахский язык – это язык моей семьи. Хотя отец у меня уже говорил больше на русском языке, потому что среда у него была в большей степени русская. Но я сейчас думаю, что я горожанка, у нас горожане мало знают казахский язык, но у нас дом был казахский, и у нас фактически всегда было много родственников. Они приезжали, они поступали в институты, в университеты, они у нас жили, если у них не было общежития. Поэтому казахский язык у меня сохранился. Ну да, Алма-Ата – это такой аналог, если проводить в Советском Союзе, то есть такой аналог Москвы. То есть как в Москву всегда все приезжали и жили там и у родственников, и учились. То есть в Алма-Ате всегда было, что если ты живешь в Алма-Ате, то у тебя всегда кто-то живет из родни. Конечно. То есть ты не живешь один на самом деле. Ой, это сто процентов. В казахской семье ты не живешь один. Это всегда ты живешь, что кто-то, племянники, так далее, так далее, так далее. То есть вот я сколько казахских семей знаю, то есть чтобы семья вот жила замкнута и одна, если это алматинцы, я такого и не помню. То есть такого я, честно говоря, и не видел. Вот при такой, казалось бы, идиллической картинке, что произошло? Почему на самом деле сейчас даже те люди, которые говорят по-казахски, говорят на некоем варианте суржика? То есть говорят на, скажем, к реализированном или объединенном казахском. То есть куда ушел казахский язык даже в казахскоязычной среде? Ну, видите ли, я-то занимаюсь вопросами казахской рекламы главным образом и занимаюсь продвижением методик по обучению казахского языка казахскому языку. Ну, вот то, как вы ставите сейчас вопрос, на мой взгляд, это моя личная точка зрения, что у нас есть люди, которые знают казахский язык хорошо, есть люди, которые вообще не знают казахский язык, этнические казахи. И вот я занимаюсь главным образом проблемами, вопросами, которые возникают между этими двумя группами. Хотя на самом деле вы правы, и к реализации современного казахского языка она происходит, но это процесс, который характерен для всех языков, всех народов, которые живут в условиях активного языкового контакта. То есть доминирующим у нас, естественно, в последнее время неполорусский язык. И даже если вы очень хорошо знаете казахский, свой родной язык, да, вот вы приезжаете в город, в городскую среду, и язык начинает меняться, меняться. И мои проекты и городская среда, посвященные рекламе, языку рекламных копиратов и Кобланды наизусть, вот они как раз-таки и пытаются поставить заслон к реализации казахского языка. Я очень сожалею, что до сих пор первая презентация проекта была в 2009 году. Это сколько лет прошло? Это 21 год как минимум, да, прошел? 2009 год. 11 лет. Извините, 11 лет прошло. Мои карине очень хорошо считают 11 лет. И этот проект, к сожалению, не вызвал интереса государственных структур. А задумывался он как общенациональный обучающий проект. То есть без государства, к сожалению, я его представить в том виде, к которому он задумывался, я не могу. То есть можно, конечно, организовать небольшие группы, можно идти таким путем, но гораздо эффективнее было бы, если бы это стал проект, если бы он стал проектом государственным. В чем смысл? То есть это изучение эпоса, да? Почему для того, чтобы знать язык, стоит начинать с эпоса? Ну, потому что, вы же сами сказали, да, что идет процесс реализации казахского языка. И если мы из детского садика деткам, да, деток начнем обучать казахскому языку именно в виде текстов эпоса, а там уже готовые формы, да, словесные, там огромная лексика казахская, то это будет сохраняться в их памяти как некая языковая матрица, как некая языковая матрица, с которой потом они будут черпать свой правильный нормативный казахский язык. То есть если аналогию провести, других аналогий у меня нету, к сожалению. То есть почему к сожалению? Потому что с русским языком сейчас особенная история, и очень он естественным образом крайне политизирован, но если провести аналогию с русским, это как читать детям Пушкина, да, то есть как читать детям сказки, как читать, я не знаю, Ершова, Конька, Горбунка, когда у детей действительно формируются связи и формируется достаточно устойчивое словоупотребление. Конечно. То есть можно откуда черпать. Есть откуда черпать. Да, 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 совершенно право. И если бы эти эпосы, допустим, изучали в школе, какие-то там, допустим, 300 строк, да? Да. Там в школе, нет, садик, садик 300 строк, там в школе там 3000, вполне возможно. Вот, в университетах может быть, может быть какие-то курсы для взрослых, если бы это организовать. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Вот, но это было бы настолько здорово, это было бы настолько замечательно, это было бы решением стольких проблем, боже мой. Зимфира, что сейчас казахскоязычные мамы читают детям, когда они читают им книжки на ночь на казахском языке? Что они читают? Я думаю, что они читают сказки, они ищут эти сказки. Когда у них рождаются детки, они начинают беспокоиться все-таки о том, что детям надо знать казахский язык. Но, к сожалению, вот этот энтузиазм, он со временем проходит. Вот, и такого не бывает, чтобы в городской среде, в казахской семье, в условиях уже проезжать, что в своей языковой воздвиге, то есть если уже родители не знают казахский язык, они не могут обучить свои родители казахскому языку, и школа в этом тоже им помочь не может, к сожалению. Поэтому надо просто понять, принять эту ситуацию и внедрить вот эту самую методику. Но, к сожалению, ценность этой методики, понимаю я, понимаете, вы понимаете ограниченное количество людей, но, к сожалению, не более того. Не понимает государство. Абсолютно. Вы знаете, я же постоянно веду переписку, переписку. Это совершенно удивительный жанр, конечно. Письма, которые приходят в ответ из министерства. Допустим, я им пишу о том, что вот был... А вы пишете на русском или на казахском? Я пишу на русском. Они вам отвечают по-русски? На русском. Они отвечают на русском. Да. Ну, вообще-то, может быть, надо было писать на казахском. Вот сейчас я об этом думаю, да. Я пишу, например. Вот был конкурс. Мне кажется, что он прошел с нарушениями. Мне отвечают. По вашему вопросу касательно конкурса. Он прошел в такие-то дни. Там были такие-то награжденные. По вопросу о Кубланде. Ну, я в одном письме, допустим, пишу. Они мне отвечают. Эппску Бланде-Патер изучать в шестом классе. Ну, я это тоже знаю. У меня вопрос был совсем нет. Ну, и вот как-то они научились так отвечать на эти вопросы. Ну, они этому учились 30 лет. Да. И у них была хорошая советская школа таким образом отвечать. Да, конечно. То есть ничего не меняется. Абсолютно. Казахский язык, он действительно оказался сейчас в центре внутренней нашей политизации, да. То есть, ну, вот для меня... Я всю жизнь живу в Казахстане, да. То есть мне 50 лет уже, да. Я до января месяца... У меня никогда всерьез не возникало мысли о том, что я могу учить казахский язык. Потому что я считал, что я живу в Казахстане, я с уважением отношусь к казахской культуре, и этого достаточно. Я автономен, я здесь сохраняю свой русский язык, вот. И только после января, только после вот потрясений, которые произошли, когда все как будто, знаете, как будто ты жил в каком-то... И в какой-то иллюзии, и потом вот как холодной водой окатило, стало совершенно понятно, что язык — это единственное, что действительно объединяет людей в стране. Вот только после января у меня возникло какое-то желание хоть как-то говорить по-казахски, вставлять какие-то слова в бытовом... в бытовой речи, да, в общении. Ну, понятно, что потом февраль, Украина, и стало совершенно очевидно, что язык — это единственная форма сопротивления и консолидации, да. То есть в случае, как это произошло с Украиной, в случае внешнего вторжения, то есть это единственное, вокруг чего нация объединяется, да. То есть неважно, на каком языке люди говорили до того и продолжают говорить, да, то есть... Но это то, вокруг чего они объединились. Вот. То есть сейчас, скажем так, по большому счету алматинцы в широком смысле, да, многие алматинцы не хотели учить казахский язык. Вот январь для многих поменял. Я сейчас даже не говорю, там, русские, казахи, еще кто-то. В целом алматинцы как сообщество, они к казахскому языку относились до января все равно высока, да, то есть с набиски. Вот. Январь это все поменял, но поменял, знаете, как? Стало понятно, что надо, а как? Так и непонятно. Вот. Вы занимаетесь этим долго. Вы этим занимаетесь, получается, уже десятилетиями. Да. Ну, я думаю, что, можно сказать, что 30 лет, потому что первые выпуски журналов Алматы Арт, они уже содержали в себе статьи, посвященные казахскому языку, это занимались проблематикой. Почему сейчас вот этот перелом, да, он никак не сказался на государстве? Почему государство, как всегда, опаздывает? Почему государство не поддержало вот это вот совершенно уникальное вот это желание, которое появилось у людей после января учить казахский язык? То есть что такое опять с нашим государством, что оно, как всякая система, слишком медленная или чего? Что с ним не так? Ну, Вадим, во-первых, то, что вы сказали, это очень важно. И мне бы хотелось, чтобы ваши слова услышали многие, потому что существует такой подход к формированию нации, который называется инструментальный подход. Там есть несколько подходов конструктивистский, примордиалистский, инструментальный, это когда человек выбирает себе нацию, да, вот, в силу каких-то обстоятельств он делает свой выбор. Если бы наши казахстанцы чувствовали бы, как вы, если бы они понимали ситуацию, как вы, то от этого наше общество, конечно же, выиграло бы, и это был бы для нас, ну, просто уникальный шанс. Тем более, что сейчас, вы знаете, что в Казахстан перебывает очень много людей из соседней страны, и если бы они тоже так думали, потому что какие-то причины же их все-таки вынудили, да, переехать, пересечь границу, вот, может быть, они тоже станут гражданами Казахстана, осознанными гражданами Казахстана и будут проявлять уважение государственному языку о необходимости уважения к которому, да, вы сейчас только что сказали. Я считаю, что ваши слова, вот, надо, чтобы дошли до большего количества людей сейчас. Ну, что касается меня, поскольку я давно занимаюсь казахской темой, то я знаю, что в основе всякого рода движений, подобных январскому, всегда находятся казахи, да, в основном казахи. И поэтому я это восприняла не как языковую проблему, естественно, я это восприняла как политическую проблему, то, что все-таки люди были доведены до отчаяния, и это побудило их выйти на площадь, на площади во многих городах. И благодаря этому, возможно, сейчас в нашем государстве предпринимаются попытки реформ. То есть январские события, они, конечно же, оказали на все это большое влияние. Ну, вот в предыдущем вопросе, я, кажется, пропустила, да, вы спрашивали, почему казахи не хотят знать казахский язык, да? Я имею на этот счет свою точку зрения, и интересно, что додумалась до этого я тоже не сразу, то есть где-то в году 15-м. То есть до этого я очень активно участвовала вот в наших социальных сетях, да. Боже мой, наблюдала там очень много всяких вещей, активно участвовала во всякого рода столкновениях, и не могла понять, почему казахи отказываются от своего родного языка. Ну, то есть это было очевидно, да? Или вот, допустим, вы про Алмату заговорили, да? У меня был материал Алматы и Алматинцы. Боже мой, он вызвал такую мурю эмоций. Мне очень много писали, обвиняли меня, естественно, о национализме, вот. И, казалось бы, да, ну, переименовали город, ну, пожалуйста, относитесь к уважению, с уважением к этому административному переименованию. Наверное, это нужно. Ну, проявите дисциплину хотя бы, да? Ну, это было воспринято неоднозначно. И только в 15-м году, я не знаю, каким образом, может быть, я где-то что-то прочитала, ну, каким-то образом, может быть, я что-то услышала. Я, наконец-то, поняла, почему казахи не хотят учить свой казахский язык, не отказываться от своего родного языка. Я поняла, оказывается, дело все-таки в травме. Потому что казахи – это уникальный в этом смысле народ, который потерял огромное количество. людей во время голодомора. То есть нижняя граница минимально – это полтора миллиона. Это очень большая цифра. Говорят, что и 3, и 5 миллионов. Вот этот шок, естественно, оказал огромное влияние на то, как дальше жили, сохранившие свои жизни казахи. Представьте себе, в этот момент казахи поняли, что очень опасно быть казахом. Очень опасно. Быть казахом – это значит, что ты можешь умереть с голода. Быть казахом – это значит, что тебя могут репрессировать. Ведь весь цвет казахской интеллигенции в 30-е годы был репрессирован. И поэтому родители стали воспитывать своих детей конформистами. Они им говорили, русский язык – это тот язык, который поможет тебе заработать на кусок хлеба. Это тот язык, который не позволит тебе умереть. То есть это был просто элементарно вопрос жизни и смерти. И вот выросло поколение, которое уже не знало казахский язык. И родители их берегли. Вот я знаю, что мало в каких казахских семьях рассказывают о голодоморе, о людях, умерших тогда. Более того, большинство казахской интеллигенции, большинство казахов старшего поколения – это дети-сироты. Это люди, у которых не было отцов. Может быть, даже не было матерей. Те, которые выросли у родственников. Это люди, которые воспитывались в детских домах. Это совершенно особая ситуация. И вот это поколение языкового сдвига выросло. Они уже не знали, почему они стали конформистами, почему они забыли казахский язык. Они этого уже не знали. И поэтому, когда им говорят, вообще-то надо знать свой родственный язык, они удивляются. Они удивляются этому. Они этому противятся. Они говорят, ой, что вы, это язык архаичный. Ой, что вы, что вы. И приводят массу-массу-массу всяких необоснованных доводов. Поэтому это травма. Это огромная психологическая травма, которую надо изучать, которую надо писать. И мой проект «Кубланда наизусть» — это проект, который уже возник на основе вот этого понимания. То есть мы не говорим о том, что вот вы должны знать казахский язык, потому что казахский народ пережил страшнейший геноцид, что этот демографический урон, он, естественно, повлёт за собой. И лингвистический урон. Это понятно. Мы говорим просто «давайте учить», «давайте учить». То есть это уже возникло на основе того знания, которое мы имеем, на основе тех представлений об истории, которые у нас есть на сегодняшний момент. Причём это было… Об этом стали говорить только вот после независимости. В советское время об этом, конечно же, старались умалчивать. Сейчас, извините, я, кажется, сейчас немножечко теряю мысль. Так, да. Поэтому основа нежелания современных казахов знать казахский язык – это чистого рода травма. И вот… Это страх, который передан от дедов к отцам, от отцов к детям. Конечно. Если ты… То есть это страх, сродни страху о том, страху ГУЛАГа, страху о том, что нельзя не высовываясь, нельзя говорить о политике. До сих пор это и в семьях, скажем, в целом, да, что не разговаривайте про это. Лучше промолчите. Конечно. Да, как говорят старшие. А зачем? Куда ты лезешь? Да? Ты что, не понимаешь, тебе потом по голове дадут? То есть это из такого же рода страх. Да, возможно, это касается… Ну, у нас это отразилось на потере языка. На потере языка, да. А вот на представителей других национальностей, которые тоже вышли из тоталитарного нашего государства. Возможно, это вот привело к таким вот изменениям в поведении, да. Все мы вышли из тоталитарного государства. Сейчас я еще хотела сказать одну вещь. Да, травма. Это явно, мы все живем вот в ситуации посттравматического синдрома. В сентябре будет конференция очень интересная об исторической памяти. Я хотела бы тоже на ней выступить. И к тому времени, наверное, вот то, что я сейчас говорю, я говорю это общу. Но вот за несколько месяцев я хочу подготовить материалы, уже говорить об этом в более, так сказать, научном контексте. Хотела бы назвать свой доклад «Историческая память и лингвистическое строительство, языковое строительство», то есть о том, как формируется языковая политика в государствах, переживших вот такого рода шок. Но я не хочу сказать, что Казахстан это страна, в которой живут только травмированные казахи ни в коем случае, потому что это вообще очень сложная ситуация. У нас ведь кроме казахов живут еще и представители других национальностей. И вот эта мысль, которую тоже посетила меня достаточно недавно, потому что в основном-то я занимаюсь казахскими проблемами. Ну, вот включаешь телевизор, российский канал, программа, кажется, как-то она называется, ее ведет внук Жданова. Сейчас, минуточку. Ну, идет... «Большая игра», «Большая игра». Идет программа «Большая игра». И выступает политолог. К сожалению, фамилии я его не помню. И обсуждается вопрос о... Он такой сухощавый, с бородкой, тихо говорит. Фамилии не запомнила. И он говорит... И в программе обсуждается, что россияне... 98... 69, по-моему. Ну, 62 или 69, ну, большая достаточно цифра, поддерживают спецоперацию. Войну. Ну, да. И в этот момент этот политолог говорит, объясняет, почему они поддерживают. Он говорит, что... Вы знаете, сейчас люди поняли, что сила — это главное в мире. И что сейчас в них проснулся вот такой вот великодержавный дух. Это говорится на главном российском канале. Это транслируется и в Казахстане, не знаю, где еще. И вот в связи с этим я подумала, что да, казахи травмированы. Ведь у нас есть еще и население, которое тоже несет в себе травмы. Имперскую травму. Имперскую травму. И поэтому не только казахам надо сейчас как бы больше знать о своей истории, понимать объективное развитие этой ситуации, но и тем, кто вот несет в себе вот такую вот имперскую амбициозность. И сейчас, может быть, наши зрители, если они подумали про себя, о чем она говорит, она же националистка, то значит, вот в этот момент они не проходят тест на вот эту имперскую травму. Что значит, в них живет это имперское сознание. Вот об этом я подумала уже после того, как случились вот эти события 24 февраля. До этого как-то... Ну, я в эту сторону просто не думала. Я занималась чисто казахскими проблемами. Вы занимаетесь рекламой и казахским языком в рекламе. То есть я занимался рекламой там, ну, 15 лет назад. И вот такое впечатление, что проблема, она как будто заморожена. То есть что на самом деле как будто за 15 лет никакого движения в этом не произошло. То есть нету... Во всяком случае, вот то, о чем вы пишете, да, Земфира, я все время смотрю, что вопросы одни и те же. Казахский язык в рекламе формальный, казахский язык в рекламе неграмотный. Нет никакого желания, скажем, у большинства заказчиков и рекламных агентств искать соответствующие, действительно точные, достаточно внутренне обоснованные переводы, да. Что такое казахский язык в рекламе? То есть это норма, которую навязало государство и которую вынуждены выполнять? Или что? Да, действительно. В 2013 году я начала проект «Городская среда». Но, правда, это был такой, как бы, проект, поддерживающий Кубланда наизусть. То есть когда я заявляла Кубланда наизусть, я говорила, что на самом-то деле сейчас происходит реализация казахского языка, поэтому надо учить классику. Можно прерву? Вот еще раз вопрос на понимание. Вы сказали, на мой взгляд, важную вещь, что реализация или так называемый суржик, он возникает при большом внешнем воздействии. То есть есть главенствующий язык, доминирующий язык, то есть в Казахстане это русский язык, то есть если говорить прямо, то есть эта ситуация, скажем, вот только-только меняется, да, вот, и под воздействием доминирующего языка происходит реализация. Каким образом она происходит? То есть получается, что казахский язык начинает как калька перенимать нормы доминирующего языка, поэтому он меняется. Да, конечно. Основной инструмент к реализации и основной вред, который она наносит языку, это, конечно же, калька. Это калькирование. Да. Причем наши рекламные агентства требуют от переводчиков, чтобы, ну, тексты сначала вот эти идут на русском, на английском языке, они требуют полнейшего соответствия. Ну, это чисто, ну, это провинциальная такая несчастная точка зрения, боже мой. Как могут рекламные тексты один в один повторять оригинал быть кальками, да? Хотя во всем мире я поражаюсь. Я не знаю, где учатся эти наши рекламщики. Да нигде не учатся. Рекламе по-прежнему нигде не учатся. Все самоучки. В мире-то существует принцип локализации рекламы. Над этим работают специалисты. Как создается реклама? Ну, вот, допустим, люди, которые переводят, они делятся своими впечатлениями. Они говорят, вот мне звонит, я гуляю, допустим, с ребенком там на улице и говорят, вот, пожалуйста, давай переведи вот за пять минут. Вот это те самые переводы, которые мы получаем за пять минут. И очень многие переводы делаются с помощью гугла. Там вообще происходит нечто страшное. То есть с 13-го года я, конечно, эту работу делала не одна, не помогала. Она Арфаза Жанова, Базарбаева Дарижан Тулебаевна. Я думаю, что вы ее помните. Причем Дарижан Тулебаевна, я об этом раньше не говорила, но, наверное, сейчас, поскольку мы с вами хорошо знакомы, и вы ее помните, я, наверное, скажу несколько слов о ней. Она мне говорила поначалу, когда я к ней обратилась за помощью, зачем ты за это берешься, и не такие люди, как ты, на этом ломались. Не надо, ничего не сможешь сделать. А потом оказалось, что рядом с ней стали возводить дом, и там были вот такие заборы с рекламой, и там было написано «Она», и там что-то такое. Она говорит, ну, это «Она» вместо «Анау», вместо «Тот» — «Она». Она говорит, «Она» — это же «Мать». Ну, что такое? И после этого она очень активно стала участвовать в проекте и делала такие прекрасные варианты. Это было той каплей, которая ее... Да, да, да. Прекрасные варианты переводов и в стихотворной форме. То есть вот Дарижан Тулебаевна, Анарфа Зажанова — это люди, которые создали этот проект. Это была огромная помощь. Он же, смотрите, это был 2013 год. В 2015 году благодаря Фейсбуку мы создали такой вот виртуальный совет. То есть мы с этими людьми вообще не виделись. Они живут в разных городах Казахстана, в больших и в малых. Но они откликнулись. Я написала, что давайте что-то делать, они откликнулись. Мы создали проект «Общественный совет по улучшению качества рекламных копирайтов на государственном языке». Ну, это было достаточно длинное название. И нам даже удалось в 2015 году прорваться в Акиматы. Мы где-то полтора месяца переводили. Переводили. В Акимат какой? Алматы? Алматы. Алматы. Это была очень сложная работа, потому что текстов было каждый день, поступало очень много. Мы в разных городах, у всех своя работа. Тем не менее, они подключались, человек 20 тогда работала. Все это отражено на нашем сайте. Вам платили деньги? Да нет, конечно. Почему, конечно? Мы были рады тому, что нас вообще допустили, допустили к этому, ко всему. Вот. И правда, мы заложили плохую традицию, потому что сейчас, всякий раз, вот наши государственные чиновники говорят, что вот, пусть волонтеры работают. А это работа не для волонтеров, это работа для специалистов очень высокого класса. Но мы работали, мы выкладывались, потому что мы были в этом заинтересованы, мы были энтузиастами. А потом они решили, что, ну, достаточно хватит, уж слишком много власти. Какие-то вещи, которые мы им предлагали, они действительно вывешивали, то есть что-то они меняли. Это был 15-й год, это был год нашего наивысшего триумфа, и на этом все закончилось. Существует ли сейчас какая-то нормативная база, какие-то нормы, которые есть в Акимате, есть в министерстве, которые регламентируют, использование казахского языка в рекламе? Вы знаете, как мне объясняют в Акимате, вообще нет закона, который бы позволял чиновникам менять, советовать что-либо. То есть они обязаны по закону, они могут по закону только следить за тем, чтобы в рекламном тексте присутствовал казахский язык, чтобы он не был, допустим, там написан петитом, в то время как русский язык, там большими буквами. Они могут по закону делать только это. Но они, видимо, они говорят, что да, мы стараемся иногда подправить. То есть вообще нет такой законодательной базы. Мы стараемся иногда подправить. То есть вот так это сейчас делается. Да, они вообще не имеют этого права. То есть все нормы, которые регламентируют использование казахского языка в рекламе, они формальны. То есть казахский язык должен быть на первом месте, он не должен быть меньше, чем русский язык. Вот. И, собственно говоря, все. За содержание кто-то несет ответственность? Нет. Вообще никто не несет ответственность за содержание текстов в нашем городском пространстве на казахском языке? Это действительно так? Насколько я поняла, никто не несет ответственности. Более того, во время мониторингов на проверки чиновников, эта рекламная деятельность, она тоже подпадает под эти мониторинги. Их очень много, и они очень частые. То есть, да, вот последние несколько месяцев были приняты поправки в закон, и закон этот поговорил о том, что можно только на государственном языке, но это ничего не меняет, потому что неизвестно вот этот казахский текст, он, может быть, был вчера переведен с русского. Через Google Translate. То же самое, да. Поэтому я предлагаю простую, совершенную вещь, мне кажется, очень логично, эффективно. Пожалуйста, создайте совет при каждом Акимате, в каждом городе, возьмите туда специалистов, создайте сайт. Мы-то уже это проделали. Платите этому специалисту деньги. Да. Причем... Требуйте на самом деле, чтобы он выполнял свою работу за зарплату. Конечно, конечно. Причем платить могут и рекламщики, потому что мы можем предоставлять им площадь на этом самом сайте. Это была бы школа казахского копирайта, это была бы нормальная ситуация, потому что то, что происходит сейчас, это просто, ну, ни в какие ворота, что называется, не лезет. И вот 13-е, 14-е, сколько там уже лет прошло? Семь? Девять лет. Девять лет. Ситуация не меняется. Ну, вот то, что я помню, да, из рекламы, на самом деле, всегда с казахским языком, с переводом всегда были проблемы. Какого рода? Во-первых, нужно было литирование пройти, то есть нужно было перевод, а были какое-то ограниченное количество переводчиков, которые могли поставить печать заверенно, да, то есть они были связаны, видимо, с Академией наук. Это первое. Второе, с казахскими переводчиками были всегда какие проблемы? Как с сантехниками, да, когда сантехник приходит и говорит, боже мой, кто тебе это делал? Ты что? Он же тебе все разрушил. У тебя прокладки не такие. И казахские переводчики, они всегда ругали предыдущих переводчиков. Они говорили, да что это такое? Это вообще неправильно, это вообще неграмотно. И у каждого, значит, переводчика, я говорю о прошлой ситуации, может быть, сейчас она другая, вы поправьте меня. Всегда было так, что это неправильно, это не литературный язык. Приходит другой и говорит, да нет, это у него неправильно. Вот вообще говоря, вопрос нормативности. Вопрос нормативности и вопрос стандартов, которые восходят все-таки к людям, которые охраняют язык, которые, скажем, собственно говоря, ответственны за нормативность литературного казахского языка, то есть к той же Академии наук, да, то есть, если вот эта цепочка, скажем, ну, на сегодняшний день ответственности существует, вот что с этим? То есть, почему на самом деле с казахским языком так непросто понять, где он литературный, где он нелитературный, где он грамотный, где он неграмотный? Ну, вы говорите о цепочке ответственности, да? Это выбор каждого, это выбор каждого. На самом деле, вот как бы нормативной такой системы не выстроена. Почему возникает такого рода разночтение, да, но это действительно рекламщики, которые часто не знают казахский язык, они жалуются. Почему? Во-первых, потому что реклама это все-таки поэзия. Творчество. Да, да, творчество, это творческая работа, это многие не понимают. Во-вторых, возможно, те люди, которые отрицают, да, первый вариант, принимают второй, те, которые отрицают второй, принимают третий, возможно, тут ситуация такая. Возможно, это люди старшего поколения, которые владеют нормами казахского классического, ну, условно говоря, языка. Возможно, это представители среднего поколения, у которых уже появились некоторые шатания, и они уже принимают вот такого рода казахский язык, и, возможно, новые поколения, которые, в принципе, могут даже не ставить, но там, в казахском языке, вообще-то, вопросы ставятся с помощью частиц, они обязательно там должны быть в конце. сейчас их нету, сейчас их нету, куда они бы их подевали, боже мой, я не знаю. Под воздействием кальки с русского языка ушли частицы вопросов. Да, 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 я, во всяком случае, в рекламных... Да, в рекламе. Да, в рекламе ушли. Вот, возможно, они попадают вот к людям разных поколений, с разными представителями. Поэтому я предлагаю, боже мой, ну, создайте в эту группу, ну, пропишите, что отныне, вот, нужно писать только так, не под... ну, не иначе. Пожалуйста, сделайте это, соберите банк этих рекламных слоганов, чтобы на них ориентироваться. Это очень просто. Нужно для нашего государства, я понять не могу. Наше государство, которое декларирует и реально тратит огромные средства на развитие казахского языка, не может сделать такой простой вещи, как создание комиссии, даже для рекламы, да, для того, чтобы, скажем, нормировать употребление казахского языка в рекламе. Хорошо, бог с ним, с государством. Извините, я вам скажу больше. Да, 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 конечно. При том, что выделяются какие-то средства, наверное, большие, да, они требуют, чтобы эту работу делали волонтеры. Ну, видите, вы, скажем, действительно, сами создали эту ситуацию. Да, возможно. Кто везет на том и едут. То есть вы стали делать работу, которую нельзя делать бесплатно, вы стали делать бесплатно. Да. А теперь они привыкли и говорят, а что, вам же в это удовольствие? Вы же готовы 24 часа работать бесплатно, а почему это вы теперь деньги бросите? Да. Дело было именно так. Ну вот. Хорошо. Куда делись казахские лингвисты? Куда делись люди, которые должны реально, скажем, заботиться о нормативности? Вот что у нас с этими людьми? Что у нас с учеными? Вы знаете, я слышала эта ситуация была несколько лет назад. Я не знаю, возможно, она сейчас выправилась. Не очень большие деньги тратит государство на поддержание вот такого рода институтов. У них очень низкие зарплаты. То есть, возможно, им для того, чтобы просто элементарно выжить, приходится заниматься еще какими-то вещами в ущерб своей непосредственно научной работе. То есть, мне кажется, что сейчас необходимо людям, которые действительно заботятся о состоянии казахского языка, сесть, продумать, куда уйдут деньги, как можно мотивировать людей заниматься наукой в том числе. Тут много очень разных проблем, может быть. Существуют и другие. Русский язык в городе, во всяком случае в Алмате, он, конечно, по настоящее время остается доминирующим. Доминирующим. и возможно люди уже привыкли. Может быть, они и привыкли к тому, что здесь такое отношение к государственному языку. Хотя это в корне неправильно. Это в корне неправильно, но ни с какой точки зрения. Что делало наше государство и как оценить работу, которую провело государство по отношению к языку? Все-таки можно ли сказать, что эта работа выполнена или можно сказать, что эта работа провалена? То есть какая ситуация у нас с казахским языком с точки зрения того, как это делалось государство на протяжении этих лет? Историческая ретроспектива. Да. Хотя я очень много пишу критичных материалов нашей языковой политики, на самом деле я где-то всегда в скоках отмечаю, что на самом-то деле работа была проделана большая. И я признаю, что все делалось в принципе правильно. Правильно. Потому что в тех условиях, в которых мы жили, начиная с 91-го года, это был единственный выход для того, чтобы сохранить баланс между разными социальными слоями, между разными языковыми предпочтениями. Поэтому я считаю, что все было сделано правильно. Вот до настоящего момента, допустим, даже несмотря на то, что у меня огромное количество времени прошло впустую совершенно, я ни один свой проект не продвинула. Но это была такая ситуация, ее надо было принять, и надо было идти на огромное количество компромиссов, компромиссов. И, возможно, благодаря этому все-таки какая-то политическая стабильность в обществе сохранялась. Но время идет, ситуация меняется, меняется геополитическая ситуация, о которой вы говорили, в частности, меняется внутриполитическая ситуация в связи с январскими событиями, вы тоже это отмечали, меняется темографическая ситуация. и мы уже знаем, каков был этот опыт 30 лет, это можно хорошо проанализировать, все плюсы и минусы, но сейчас, сейчас, именно в этот момент нельзя уже топтаться на месте, сейчас уже надо выходить уже на другой уровень, признавая, что, да, был пройден большой путь, вот, это был путь компромиссов, конечно же, но это было необходимо, это было необходимо в связи с разного рода обстоятельствами. Сейчас надо ситуацию менять, потому что вот все те ошибки, которые, вот кальки, вот эти все к реализации, они сейчас уже стали выходить на поверхность, если раньше они были только на наших рекламных вот этих вот текстах, сейчас они стали, попали уже даже, ну, на мой взгляд, в речь министра культуры, вот, то есть все не просто так, и потом, язык, это ведь тоже нечто живое, вот казахи, как представители традиционной культуры, да, они с большим пиететом относятся ко всему живому, и вот есть такое выражение киесвар, да, вот у каждого живого есть, как бы, ну, своя сущность, которую нельзя трогать, нельзя уничтожать, иначе это потом тебе как-то вернется, и вот язык, он с нами тоже всегда говорит, просто иногда мы слышим, иногда не слышим. Например, я скажу, вот приведу два примера, в 90-е годы наши младотюрки создали объединение, которое называлось новое поколение, вот, и у них была очень радикальная позиция по отношению к казахскому языку, вот они как раз таки говорили о том, что, ну, зачем нам казахский язык, достаточно русского, ну, в основном эту идею они продвигали, и они перевели название своего движения, новое поколение, нижанна, урпак, что можно было перевести, они выбрали слово буун, это то же самое, это синонима, буун, урпак, но ведь буун, это обозначает зависть, и в то же время это обозначает удавку, и буун дыру, это удавить, удавить, то есть язык нам показал, это новая удавка, вот, я как-то в свое время это отмечала для себя, удивлялась, вот, то есть они говорили о том, что казахский язык не нужен, и перевели свое движение как новая удавка, ну, кто-то мог это прочитать, кто-то нет. Второй пример касается, собственно говоря, моего собственного проекта, потому что мы его перевели как, ну, с русского языка кобланды наизусть, кобланды жатка, жаттау, это учить наизусть, жаткайту, это декламировать наизусть, но это амонимы, жатка, потому что жат, это еще в казахском языке человек посторонний, это чужак, и вдруг, боже мой, один прекрасный день я сижу, читаю кобланды жатка, то есть кобланды, это проект, который посвящен людям посторонним, чужакам, те, которые только-только приходят к своему языку. У меня же этот был проект, изначально заявлен как для русскоязычных, для русскоязычной аудитории, это удивительные вещи, то есть язык, это очень сложная структура, на самом деле, просто важно улавливать те импульсы, те знаки, которые он тебе дает. Ну вот с этим инцидентом, ну, нет, это не инцидент, конечно, это казус, да, вот я прочитала это как позор нации, вот я, но сейчас мне говорят, что это не так, ну, в общем, как говорится, будем посмотреть, что будет дальше. Вот вы говорите о том, что, ну, не только вы говорите, да, о том, что действительно была ситуация, когда мы, как выходцы из Советского Союза, может быть, одни из первых столкнулись вот с формой глобализации, когда мы жили, скажем, сразу нас было много разных, да, то есть с главенствующим русским языком, но тем не менее стандарт взаимодействия, он был заложен, да, то есть возможность так или иначе между собой общаться, она была, скажем, дана, да, то есть с чем, может быть, ну, люди, которые в мононациональных, да, государствах столкнулись позже. Вот, вот сейчас у нас есть ситуация русского языка в Казахстане, у нас есть ситуация казахского языка в Казахстане, но у нас же есть и ситуации, на самом деле, других языков, да, но, как правило, о них вообще никто не говорит, да, то есть о них не говорит ни государство, и о них не говорит общество, то есть никто не говорит о том, что и как как нужно развивать с уйгурским, корейским, польским, хотя у нас есть польские школы, немецким и так далее. То есть у нас же есть на самом деле возможность сейчас не только, скажем, сохранить два, то есть возродить в полной мере казахский язык и сохранить русский в Казахстане. У нас же есть возможность на самом деле Казахстан сделать, возродить, сделать действительно многоязычной страной, когда языки различных диаспор, они будут, ну, как, я не знаю, как, Чайна Таун, маленькая Италия, да, то есть когда ты попадаешь на территорию, где главенствует английский язык, но там совершенно спокойно и совершенно естественно развиваются языки диаспор. Вот возможно ли это у нас? Как вы думаете? Насчет польских школ я знаю, они даже приглашают поляков, да, преподавателей. Насчет уйгурских школ знаю, узбекские, по-моему, даже есть, и даже таджикские классы, по-моему, есть у нас на юге Казахстана. То есть вот эта система, которая досталась нам еще от Советского Союза, она благополучно у нас еще существует. Я знаю, что кто сохраняет язык? Сохраняют языки те семьи, которые живут как бы скучно, да, в каких-то одних регионах. Ну, допустим, уйгуры, которые приезжают в город, живут уже в городе, они повторяют судьбу казахов, они тоже теряют свой язык. Ну, может быть, я сейчас не говорю обо всех, я просто знаю две-три семьи, но основываюсь на их, возможно, я ошибаюсь. То есть, ну, это вопрос не ко мне, потому что я не занимаюсь этой политикой, я просто высказываю свое мнение на ваш вопрос. Да, вопрос диаспор. Диаспор, он возникает в той ситуации, когда уже государственно образующий этнос уже достаточно большой по численности, когда он там достигает 80-90%, тогда он начинает задумываться о том, а как живут вот другие. Но сейчас у нас, извините, ситуация постсоветская, мы еще не пришли в себя. У нас основная проблема — не потерять казахский язык. То есть, конечно, об этом не забывают. Конечно, это предусмотрено же и мировыми образовательными стандартами, и мировыми демократическими институтами, да, к которым, естественно, мы имеем отношение. Поэтому я думаю, что этот формат поддерживается, этот формат поддерживается, и печатаются учебники для этих школ. Ну, я так думаю, что они есть. Вот, и, видимо, эти школы тоже существуют. Но сейчас, наверное, рано об этом говорить. Еще вот как о главной проблеме Казахстана. Извините, я просто сейчас говорю, потому что вы же видите, что на улицах творится. Сейчас нужно заниматься казахским языком в первую очередь, не забывая про другие языки. То есть вот этот вот лозунг «А давайте вот для всех, да? Да, давайте восстановим казахский язык и в том числе поддержим другие языки». Ну, я бы так сказала. Ну, потому что, ну, реальность такова. — Английский язык по-прежнему мало знают в Казахстане. То есть английский язык — это такая тоже привилегированная, скажем так, привилегированная гетта, да. И, в общем, того, что произошло во многих других странах постсоветских, ну, например, в Грузии, да, где практически вся молодежь говорит по-английски, ну, в силу многих факторов и так далее, но, тем не менее, в Казахстане этого не произошло, да. Вот когда говорят вот о языке, пытаются говорить вот треязычие, да, то есть казахский, русский, английский. Вот английский здесь, вот в этой ситуации, о которой вы сейчас говорите, Земфира, вот он какую роль выполняет? — Ну, вы же помните, да, несколько лет назад, сколько денег было потрачено на то, чтобы вот людей, которые не имели никакого отношения к английскому языку, заставляли в течение месяца там научиться языку и еще вести на нем? — Ну, что-то на нем преподавать. — Да. Я думаю, что английский язык — это язык, выбор, выбор, выбор самого человека. То есть если он хочет построить карьеру, связанную с английским языком, почему бы и нет? И потом, оказывается, вот в условиях глобализации английский язык требуется знать. Оказывается, вот одним из условий. Там экономическое объединение рынков, да, открытие рынков, там, соблюдение прав политических, да. Третьим элементом глобализационных процессов идет знание английского языка. То есть по мере того, как мы будем втягиваться в эти процессы, наверное, количество людей, знающих язык, будет увеличиваться. Наверное, так. Ну, сейчас реально английский язык нужен тем, кто связывает это со своим карьерным ростом. Мне так кажется, по моим наблюдениям. И еще то, о чем я хотела вам сказать в связи с Казахстаном как наследником Золотой Орды. Да. Ну, сейчас, конечно же, на фоне трагедии, которые происходят на Западе постсоветского пространства, возможно, говорить об этом и неуместно, но тем не менее, вот как, если представить себе лист, да, бумаги, то там мелким-мелким пяти, то, может быть, стоит об этом тоже в сносочках сказать. Вот сейчас конфликт, который происходит на Западе бывшего Советского Союза, некоторые описывают как столкновение Киевской Руси и Орды. Естественно, в Казахстане на это реагируют, потому что Орда – это, ну, для нас это слово, которое мы до сих пор употребляем, потому что наше правительство сидит в здании Белый дом нашим, называется Агурда. То есть к Золотой Орде мы имеем непосредственное отношение, и в прошлом году или года два назад, кажется, да, мы должны были отмечать 750-летие Золотой Орды. Другое дело, что случилась пандемия, это все как-то прошло незаметно. И, конечно же, казахстанцы встревожились тем, что их ассоциируют с фарварством. В первую очередь, очень было много таких слов высказано в адрес Орды. И я думаю, что сейчас нам, казахстанцам, важно вырабатывать свои национальные, идентификационные тренды, в том числе связанные с нашей ордынской историей, потому что мы о ней знаем очень мало. На самом деле это было самое крупное государство в свое время. Вот это был первый провозвестник глобализации на самом-то деле, потому что территория была огромная, более 5000 километров, с современной Молдови до сих пор стоят ордынские мечети, и площади там сохранились. Это был город, в котором только за время Орды, вот исправление Орды, хотя территория тому не благоприятствовала, это же степь, воды мало. Было построено более ста городов. Сейчас этой темой очень занимаются активно татарские исследователи, очень много занимаются в России. На некоторых сайтах таких, не особо научных, пишут, что Чингисхан, вообще-то, может быть, возможно, был и славянином. Но это как бы другая история. Так что я хочу сказать? То, что современная гуманитарная казахстанская мысль, она сейчас должна быть нацелена на то, чтобы сформировать цивилизационный облик нашего Казахстана, потому что это, на самом-то деле, никакая не провинция мировая, потому что на протяжении очень многих столетий государства, которые создавались достаточно и далеко, и близко, они создавались либо самими кочевниками, либо под влиянием кочевников. Это была совершенно особо уникальная культура, в которой главным девизом был порядок ради торговли. Это была крупная экономическая система, работающая система. И, конечно же, говорить и связывать с ордой понятие варварства – это более чем несправедливо. Более того, что там была налажена система налогообложения. Тюрки, которые составляли большинство, они платили 5%, а представители завоеванных территорий – 10%. То есть государство было заинтересовано в том, чтобы производство расцветало. Это был совершенно уникальный опыт. И наша задача сейчас, конечно же, формировать вот этот вот имидж, имидж орды гордиться и ни в коем случае, конечно же, не связывать это с представлениями не цивилизации. Это была цивилизация, это была уникальная цивилизация, просто она была другая. И меня радует, что вот есть у нас сейчас много очень интересных исследователей. Вот, например, Алима Бесеновая. Вот я у нее недавно прочитала о том, что мы-то на самом деле не провинция, потому что если у нас произошла доместикация лошади, возник колесный транспорт, возникло колесо, какая же мы провинция? Мы, наоборот, центр. Ну, видите, вы говорите, что мы на самом деле мало об этом знаем, да, то есть и мы, безусловно, не провели вот размежевание, да, то есть размежевание вот между вот тем, кто мы, да, кто, условно говоря, там исторически, Московское княжество, да, и кто вот это сегодняшнее правоприемник Киевской Руси. Поэтому, конечно, мы, собственно говоря, сами себя не обозначили, да, то есть и, в общем, в глазах людей, которые сейчас находятся в обороне, находятся под огромным давлением, стрессом, которые сейчас защищают свою родину, да, то есть для них вот эта вот идентификация с наследниками Московского княжества, да, то есть как некими варварами, вот, то есть, ну, по большому счету мы сами ничего не сказали в защиту Орды. Вот, и мы должны это сказать, для того, чтобы понять, что мы – это не они, и вчера, и сегодня мы – это не они, мы – это не Россия, Казахстан – это не Россия, вот, и это надо сказать, наконец, определенно. Вы знаете, вот, видимо, наши казахстанцы все-таки они патриотично настроены, видимо, они писали очень много комментариев, и в нашей печати появились статьи об этом. То есть я говорю о том, что это маленький аппетит, потому что на фоне этой трагедии это, конечно же, ну, не столь важно. Ну, дай бог война закончится, а вот цивилизационные разломы, не хотелось бы, чтобы они оставались, и чтобы не оставалось никаких недоговоренностей. Поэтому Марда, да, и 750 лет – это наша славная история. Как связан казахский язык и демократия? О, напрямую. Почему? Напрямую. Ну, смотрите, мы вышли из тоталитарного государства, да, где казахи пережили процесс оккультурации, да, они практически под влиянием русификации они потеряли свой язык. Поэтому восстановление прав народа на свой язык – это, мне кажется, чисто демократический тренд. Ну и кроме того, смотрите, если государство раздроблено по языковому признаку, если одни говорят на казахском языке, а другие говорят на другом языке, и между ними постоянно происходят большие и малые несогласия, то, естественно, таким народом очень легко манипулировать. То есть в таком случае народ делегирует свои полномочия кому? Третьейскому суде, которому выступает в данном случае государство. Поэтому казахский язык – это вопрос деколонизации, десоветизации и напрямую вопрос казахской демократии, казахстанской демократии. Ну, мне кажется, это очевидно. Продолжение следует...